Добрый день! Сегодня я представляю вашему вниманию долгожданный мастер-класс под названием Гладиолус из бисера. Тему этого мастер-класса выбирала победительница 4 конкурса для моих зрителей и подписчиков Ольга Медведева. Еще раз поздравляю победительницу! А теперь давайте поговорим о прекрасных цветах гладиолусов. Существует огромное количество расцветок и оттенков. Я выбрала яркий солнечный цвет от ярко-оранжевого до желтого и переход решила сделать плавный от темного к светлому. Вы же можете использовать различные цвета и оттенки. Во время подготовки этого мастер-класса было испробовано огромное количество вариантов лепестков и бутонов. И вот это лишь малая часть моих экспериментов, лепесточков и бутонов, которые я пробовала сплести для того, чтобы добиться нужной мне формы цветка. Но в итоге я все-таки добилась той формы, которую я себе представляла. И получились вот такие яркие летние радостные цветы. Можно было, конечно, сплести простым французским плетением дугами, но такие мастер-классы в интернете я встречала и мне захотелось усложнить эту схему. Поэтому, если вам хочется сплести более интересным и сложным способом, то смотрите и остальные части этого мастер-класса, в которых я все подробно расскажу и покажу. Теперь о материалах, которые были использованы для плетения данного цветка. Бисер я использовала весь номер 12, китайский. Цвета такие вот яркие, от ярко-оранжевого до ярко-желтого. Между ними такой промежуточный оттенок и для тычинок вот такой желтый бисер. А для зеленых чашелистиков и бутончиков простой зеленый бисер. Проволоку для плетения я использовала вот такую золотистого оттенка с сечением 0,4 и 0,3. Я в дальнейшем все расскажу, в каких именно моментах я использовала 0,4, а в каких 0,3. И как вы видите, я использовала только один цвет проволоки. И все достаточно красиво смотрится, потому что цветы достаточно яркие, проволока яркая. И даже в зеленых чашелистиках я также использовала такую проволоку. И даже вблизи совершенно незаметно, что она не зеленого цвета. Также зеленая тейп-лента для маскировки нашей всей веточки и для фиксации цветочков. И за основу толстая алюминиевая проволока с сечением 4 мм. В дальнейшем вы ее увидите. Теперь по количеству материалов. Здесь все будет у вас зависеть от того, сколько цветочков вы будете использовать в своей веточке. То есть, вот эту ветку гладиолоса можно использовать, если мы ее рассмотрим, вот у нее здесь 4 зеленых бутончика, 4 бутона с одним лепестком, 3 бутона с двумя лепестками и 6 полностью распустившихся цветов. То есть, все зависит от того, сколько и каких цветочков вы будете использовать в своей веточке. Если вы будете использовать такое же количество, как у меня, то вам потребуется 46 метров проволоки, вот такой рабочей проволоки для плетения 0,4 или 0,3 мм, полметра алюминиевой проволоки на основу и 300 грамм бисера. Это все полностью, всех оттенков, вот все, которые здесь есть, 300 грамм бисера. Если смотреть по оттенкам, то вот, например, бисер самого яркого оттенка я истратила на все эти цветочки 65 грамм, и самого светлого тоже 65, а оттенка среднего 55 грамм. То есть, на все эти цветы было истрачено 180 грамм бисера, вот именно на цветы. И зеленого бисера где-то около 120 грамм. Это на все бутончики и на все чашелистики. Ну и примерно еще грамм 10 вот такого бисера желтенького для тычинок. На один такой бутончик нужен метр проволоки. На вот такой бутончик с одним лепестком проволоки потребуется полтора метра. Вот на такой бутончик с двумя лепестками где-то 2 метра 20 сантиметров. А на один раскрывшийся цветок 4 метра 20 сантиметров. Это вам для того, чтобы вы могли сориентироваться, сколько вам потребуется проволоки, в зависимости от количества цветов или бутонов, которые вы хотите использовать в плетении. И как мы видим, особенность гладиолуса в том, что все его цветочки направлены в одну сторону. То есть он как бы смотрит на нас, мы видим всю его красоту и все это впереди. Но сзади у нас тоже должно быть все достаточно аккуратно и красиво. То есть сзади ветка гладиолуса выглядит у меня вот таким образом. Здесь видны чашелистики, вот эти у каждого цветочка, и сама основная веточка. То есть здесь достаточно аккуратно все должно быть замаскировано тейп-лентой ровненько, чтобы задняя сторона тоже была у нас аккуратной и красивой. Высота этой веточки 55 см, и по размеру все эти листочки и цветочки приближены к натуральному размеру цветка гладиолуса. Диаметр раскрывшихся цветов 8-9 см. И еще для оси, чтобы сплести все эти лепестки и листики для цветка для оси, я использовала вот такую проволочку, это пчеловодческая проволочка с сечением 0,4 см. Она очень упругая и будет держать все ваши лепестки так, как вы их поставите. То есть очень хорошо они держат форму и не рассыпаются. Я такой проволоку покупаю в ветеринарной аптеке, в отделе, все для пчеловодов. И там она есть разного качества. Есть более упругая, есть помягче, если чисто из нержавеющей стали. Но она уже более мягкая и она хуже держит форму. А вот такая простая стальная проволочка очень хорошо нам подходит. Если вы не найдете именно такую проволоку, то можете использовать любую проволоку, которая хорошо держит форму, которую вы найдете. Это может быть и медное с сечением 0,5-0,6 мм. Главное, чтобы лепесточки наши не рассыпались и цветы держали форму. Для плетения цветов гладиолуса я использовала всего два вида лепестков. Вот эти два лепестка поменьше размером и четыре лепестка размером побольше. Отличаются они также окраской. То есть здесь я сделала более яркие кончики, а здесь наоборот более светлые кончики. Для того, чтобы придать такую интересную окраску нашему цветку. Также вот эти три лепестка, которые мы видим, первыми мы плетем лицевым плетением полностью. Верх лицевое плетение и низ лицевое плетения. А вот эти три лепестка, которые находятся как бы под ними, мы только вверх плетем лицевым плетением, а не с изнаночным. Для того, чтобы с этой стороны цветка, если мы его развернем, то мы здесь не видим ось. Вот здесь все красиво закрыто. Таким образом, для одного такого цветка мы должны сплести два вот таких лепестка. Это более мелких и со светлыми кончиками. Полностью лицевым плетением они плетутся. И четыре лепестка вот таких. Один из них будет полностью лицевым плетением и верх, и низ. А остальные три лепестка вот таким образом. Верх лицевое плетение, а низ изнаночное. Теперь рассмотрим цветок, который еще не до конца раскрылся, состоящий из двух лепестков. В нем использовались также два лепестка. Вот такой самый маленький. И вот такого размера лепесток. Просто мы их таким образом изгибали, придавали им форму, чтобы они выглядели как бы не распустившимися. И для сравнения, вот вам покажу, можно сделать с тычинками, а можно сделать без тычинок. Это уже как вам больше понравится. То есть и для такого цветка, и для такого не распустившегося цветка я использовала одинаковые лепестки. И еще у нас есть один вид не распустившихся цветов. Это с одним лепестком. Туда можно использовать также вот такой самый маленький лепесток. Можно его использовать точно такой же, никак не изменяя. То есть здесь ось набрана 4 см. А можно убрать полсантиметра и набирать, например, 3,5 см. Тогда он будет поменьше. Но в принципе, что из такого, что из более маленького, можно сделать также такой вот красивый нераспустившийся цветок. И вот так же, как вариант, можете посмотреть с тычинкой или без тычинки, как вам больше понравится. Итак, я вам рассказала, какие виды лепестков я использовала в своих цветочках. И теперь приступим к их плетению.